Конкурс проходил в малом зале школы, где обычно дают концерты органной музыки в сочетании с различными музыкальными инструментами. Например, такими как баян. Однако сегодня орган, этот готический инструмент, молчал. Все внимание приковано к молодым конкурсантам, как видновчанам, так и гостям, которые приехали из школ искусств поселков Володарского и Горок Ленинских. Поскольку площадка для них новая, команды молодых исполнителей пребывали задолго до начала мероприятия. Отвечало, хоть весело в поле. Первая осваивала новую сцену детской школы искусств поселка Володарского. Мы пришли специально, чтобы послушать со стороны, как звучит рояль в этом зале, акустику посмотреть, потому что специфический зал, как вы видите, здесь органы и акустика своеобразная, не как в школах искусств. Вслед за ними на месте осваивались конкурсанты из горок Ленинских. Подобно гладиаторам они примерялись к незнакомой арене. Пришлось специально для них даже передвигать рояль, лишь бы у ребят появился необходимый настрой. Это особое творческое состояние и обращаться с ним нужно бережно. У каждого педагога своя методика настраивания подопечных. Я ребятам говорю, походите, подышите, посидите, постойте на сцене, чтобы чувствовать себя свободным. Наставления Людмилы Алексеевны ребята выполняют неукоснительно. Ведь в незнакомой обстановке на фоне глубокого волнения, которое предшествует любому выступлению, ее опыт словно спасательный круг. Я считаю, что мой педагог – это настоящий профессионал, который выполняет отлично свое дело, умеет работать хорошо со своими учениками. И вот с первыми аккордами концертмейстера конкурс начался. Данный конкурс традиционный для школ искусств Ленинского района. Проводится он раз в два года на протяжении 20 лет. Среди соискателей – вокалисты сольного академического пения. Сегодня были представлены три возрастные категории – ребята 8-10 лет, 11-13 и самые старшие – 14-16 лет. Среди участников трех вокальных школ жюри предстояло выбрать лучших. И решение судейской коллегии стало сенсационным. Впервые за всю историю конкурса первое место в старшей возрастной группе поделили сразу два участника. У нас случился исключительный случай. Председатель жюри Попова Наталья Витальевна стояла на двух первых местах. Герасимович Катя, 15 лет, дыши, видная. И Магдалянова Валерия, 14 лет, детская школа искусств, горки Ленинские. Магдалянова Валерия подкупилась тем, что ее хотелось слушать. Помимо вокальных данных, программы хорошие, она смогла увлечь зрителей как профессиональный артист. Герасимович Екатерина, она очень хорошо была подготовлена вокально. То есть она как хороший ученик выполнила всю программу, все требования, которые на нее возлагал педагог. В самой младшей возрастной группе первое место занял Максим Горбенко из поселка Володарского. Во второй возрастной группе лучшей оказалась видновчанка Олеся Селянина. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.